МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители Министерства внутренних дел, компании Инвесток Лето-Воя и советник премьер-министра побывали 13 сентября в Висагиносе. Это уже второй визит представителей правительства, в ходе которого обсуждаются серьезные шаги, которые мы хотим сделать в ближайшем будущем. Цель нашего визита – согласовать окончательный график, как мы будем притворять в жизнь стратегию развития Висагиноса, как будем сотрудничать, выявлять проблемы и составить план действий для их решения. Мы из своей страны отвергнулись к Министерии и инвесток Лето-Воя. Мы говорили, что мы выбираем... Со стороны правительства уже назначены ответственные лица, которым поручено координировать эту деятельность. Обозначены все сроки. С управлением договорились, что будем работать вместе. У нас схожая видение. Сударяем, что мы делаем, что мы делаем, что мы видим, что мы делаем. Сегодня наметили и создали рабочие группы, 5 рабочих групп по определенным сферам развития города. И договорились, что эти группы уже будут независимо работать и предоставлять те пункты развития города и согласованы с правительством и с Министерством внутренних дел. А дальше? А дальше не хочу сильно приоткрывать эти занавесы и так далее, но договорились так, что мы сейчас, скажем, создадим документы, которые мы хотим, что как мы видим развитие города и дальше будем просить и требовать даже финансирования. Вы хотя бы можете перечислить проекты, о которых мы сейчас, скажем, мечтаем? Конечно, конечно. Ну, во-первых, я сегодня привез представителей ВЛОГ, лечебно-здоровительный комплекс, который по городскому нашему видению, что здесь должен быть остаться лечебно-здоровительный комплекс. Мы хотим сделать здесь центр по реабилитации. Вполне вероятно, что для людей, которые испытывают ионизирующие излучения, не только на атомной станции, но и в медицине. Второе, мы как раз обсудили о том, чем мы уникальны. Уникальны мы ядерной энергетикой, нам нужен какой-то информационный центр, может быть, музей, может быть, эдукационный центр для того, чтобы привлечь к нам туризм. Потом, конечно же, нам очень важно и нужно говорить об инвестициях, таких как Интерсерджикл. Мы сегодня как раз посетили, посмотрели, как идут работы на площадке, но этого недостаточно. Мы говорим о том, что все-таки нужно еще и другие территории, другие возможности, потому что на сегодняшний день, если так уж пригласить кого-то, другого инвестора, промышленного инвестора, то и территории не особо есть, куда приглашать. И эти вопросы тоже обсудили с нашими гостями сегодняшними. Ну, речь шла и о свободной экономической зоне? Абсолютно верно. Вот про что я говорю. Но про свободную экономическую зону пока говорим только о возможностях, чтобы все стороны одинаково понимали. И свободная экономическая зона тоже возможна в нашем городе. Между тем, визитерами было отмечено, что сначала нужно ориентироваться на не очень-то масштабные проекты, а потом уже говорить о свободной экономической зоне. Итак, сейчас рабочие группы, в составе которых члены Совета, сотрудники администрации самоуправления и представители общественности будут разрабатывать планы действий в области инфраструктуры, экономики, культуры и информации. До 31 декабря эти планы должны быть представлены мэру, затем переданы в Министерство внутренних дел, которое будет решать, лягут ли они в основу программы развития региона и будут ли претендовать на финансирование. «У нас и у руководства вашего самоуправления совпадают взгляды на то, в каком направлении должен двигаться город и что должно послужить толчком для его развития», сказала советник премьер-министра, подчеркнув, что Висагенос обладает большим потенциалом. «Сегодняшний визит оставил самые лучшие впечатления», призналась Ругеля Антикевичу-Тебузе. На площадке строительства завода «Интерседжикал» они интересовались, когда будет заложена капсула и сколько человек смогут трудоустроить на новом предприятии. В ЛОКе делегация осмотрела имеющуюся инфраструктуру, служебные помещения и долго не покидала тренажерный зал. Представитель министерства даже решил сделать здесь селфи. Не каждый день попадаешь в такие места, где, как говорят, даже снимали сериал «Чернобыль». Во время следующего рабочего визита представители правительства намерены посетить ИАЭС.